Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Гюстов Леонард Дейон или Гюстов Дейон. Ламанский художник известен своими портретами гламурного общества и жанровыми сцен. После обучения в Брюсселе он начал как художник исторических и религиозных сюжетов в стиле реализм. После переезда в Париж, где он провел большую часть своей активной карьеры, добился успеха благодаря своим сценам с участием гламурных женщин в богато украшенных интерьерах. Я пользуюсь переводной википедией. Гюстов Леонард Дейон родился в Катрейке, в семье выдающегося пейзажиста Яна Батиста Дейон, 4 февраля 1829 года. Свои первые уроки рисования он получил у своего отца. Продолжил обучение в Брюсселе в Королевской академии изящных искусств, где одним из его учителей был ведущий бельгийский художник Франсуа Жозер Навец. Художник-историк Луик Галле был его близким другом и наставником. Когда отец Дейонги умер, ему было 15 лет, его родной город предоставил ему стипендию. С 1848 года принимал участие в выставках в Брюссельских салонах. Эмигрировал в Париж, начал выставляться в Парижском салоне в 1850-е годы. Стал популярным художником, рисующим олигантных женщин и групповые портреты гуржуазии. Обычно он предпочитал интерьер, в котором изображал несколько модных деталей того периода. В 1870-х годах художник неоднократно курсировал между Парижем и Брюсселем. Наступившая в 1882 году слепота после кровоизлияния в мозг положила конец его творческой карьере и он вернулся в Брюссель. Ведущие бельгийские и французские художники Парижа организовали благотворительную распродажу произведений искусства, чтобы поддержать больного художника и его семью. Пионги умер в 1893 году в Антверпене, где проживал с 1884 года. Дважды был награжден медалью за свою работу. В 1862 он получил медаль первой степени в Мастердаме и в 1863 медаль третьей степени на Парижском салоне. В 1864 году бельгийский король Леопольд I наградил его орденом Леопольда. Написал как маслом, так и акварелью. Хотя некоторые из его работ находятся в международных музеях, таких как Эрмитаж и музей Арсе, большая часть работ находится в частных коллекциях. Его портретные полотна отражают образ жизни современных фешеневельных городских жителей. В 1870-х годах тип живописи, изображающих модных женщин в интерьере, стал популярным в Парижском салоне. Написал множество сцен, изображающих матерей со своими детьми. Хотя его работы сейчас могут показаться сентиментальными и слишком отражающими господствующие тогда вкусы на рынке, их неприходящая привлекательность была признана уже в его время, как результат искренности и безупречного вкуса исполнения. Ну вот так вкратце из переводной википедии о фламандском художнике, который известен своими портретами гламурного общества и жанровыми сценами, Густав Леонард де Йорн. Пока-пока, до свидания, смотрим на работу. Субтитры создавал DimaTorzok